Закон природы Так же действует, как наше тело. Каждая клетка эгоистична. Находясь в теле, она должна заботиться обо всем теле и обеспечивать работоспособность всего тела. Вплоть до собственного уничтожения во благо общего существования. Такой закон глобальный, если мы выходим на глобальный уровень с вами и со всеми в нашей связи, то мы сразу же попадаем под действие этого закона. Если мы ему не соответствуем, на нас этот закон все равно действует, как на человека, который находится, допустим, в поле притяжения. Он все равно его притягивает. Никуда не денешься. Он все равно владеет. Но человек уже ощущает. Сегодня мы обязаны быть, как все остальные части природы, в равновесии с ней. Это значит, мы должны принимать во внимание, что природа едина, гармонична, цельна. И мы должны быть в ней интегральной частью. И между собой, значит, мы должны, соответственно, этим законом действовать, как единая система. За всех и все за одного. До тех пор, пока мы не будем выполнять этот закон, мы сейчас будем постоянно, постоянно получать все больше и больше огромные удары. Так что нам придется с этого дня и ранее понимать, что мы должны находиться совершенно в ином взаимоотношении друг с другом. Тогда мы будем соответствовать природе, тогда мы будем чувствовать себя комфортно. Когда мы будем чувствовать себя не только комфортно в этом нашем человеческом общежитии, и с законами природы, и со всякими цунами, и ураганами, и прочими похолоданиями или потеплениями и так далее. Мы будем чувствовать себя комфортно не только между собой, и с природой нашей земной. Мы начнем ощущать в мере нашего внутреннего равновесия между собой, когда мы будем представлять собой как бы единый организм. Мы начнем чувствовать, соответственно, нашему этому единому организму единый закон природы, который называется Творец. И начиная его чувствовать и раскрывать, мы будем раскрывать в себе это ощущение этого закона, мы будем ощущать себя принадлежащими всей природе. То есть мы будем ощущать себя существующими вечно, совершенно.